Сибирские татары Сибирские татары сумели создать ханство, центром которого стала Чингитура. Располагалось оно на территории Тюменской области. Предположительно, формирование ханства происходило в XIV веке. К началу XVI века формируется Сибирское ханство. В столице был город Искер, который представлял собой небольшую крепость с надежными защитными укреплениями. Для своего времени это был один из самых мощно укрепленных городов Сибири. Важная глава истории сибирских татар связана с походом Ермака. Тогда на землях современного Тобольска состоялась ключевая битва, положившая начало освоения русскими народами земель Сибири. Традиционное хозяйство включало в себя животноводство, земледелие, охоту, рыболовство, собирательство. Устоявшиеся веками караванные пути способствовали развитию городов и привлечению сюда большого количества людей с целью освоения новых земель и торговли. Свои селения сибирские татары называли аулами и юртами. Татарские деревни обычно располагались около рек или озер. В XVII веке в качестве жилищ у сибирских татар бытовали землянки и полуземлянки. Также были известны наземные срубные постройки, глинобитные и кирпичные жилища. Позднее стали строить дома по русским образцам. Некоторые имели двухэтажные срубные дома, а в городах зажиточные купцы и промышленники – каменные дома. В интерьере домов у каждой группы сибирских татар были свои особенности, но центральное место в обстановке большей части жилищ занимали нары, покрытые коврами, войлоком, уставленные по краям сундуками и постельными принадлежностями. В прошлом татары Сибири носили шаровару и рубашку, поверх которой надевали своеобразный удлиненный пиджак. Это был повседневный вариант костюма, а вот на праздники предпочитали выбирать более нарядный вариант. В качестве украшения женщины носили налобную повязку, поверх которой набрасывали шаль или платок. Мужчины же в холодное время года надевали шапку на меху, а летом – тюбетейки. Зимой народ ходил в стеганых пальто и шубах, которые в прежние времена татары шили сами. Образование татарские дети получали в школах-примечетях, которых на начало XX века насчитывалось около 150 только в Тобольской губернии. Наиболее развитым видом народного творчества сибирских татар был и остается фольклор. Золотой фон духовной культуры татар составляют народные песни, исторические байгиты, трудовые, лирические, прессовые песни, частушки, а также легенды, предания, пословицы, загадки. В пословицах особенно четко отражены нормы народной этики. «Нельзя бить землю кнутом, иначе не будет урожая». «Не спрашивай у старика, а спроси бывалого. Кто не признает свою ошибку, совершает другую». Особо в Сибири ценили гостеприимство и радушие, щедрость и почитание гостя. Со временем это превратилось в традицию. Нормами гостевания было следующее. Во-первых, о гости договаривались заранее, иногда круг гостей определялся на всю зиму, что свидетельствует об организации и упорядоченности жизни во времени. Во-вторых, существовал определенный церемониал приема гостей. Особенно почетных гостей встречали на улице, перед воротами или у крыльца. Гостю полагалось быть умеренным в еде и питье, не быть спесивым, благодарить за угощение. Дареную вещь не обсуждали, делали ответные подарки. В своей пище сибирские татары предпочитают использовать в основном мясные и молочные продукты. Огромной популярностью пользуются супы. Сушеное баранье мясо употреблялось в качестве дорожной пищи на охоте, во время полевых работ. Большим разнообразием отличаются мучные блюда. Они изготавливаются из пресного и из кислого теста. Самой важной чертой у сибирских татар, как и у сибиряков в целом, является самостоятельность. С детства их обучают вести домашнее хозяйство. Мужчины с юных лет осваивают ремесло. Сибирскому татарину надлежит быть искренним, благодушным. Если сибирский татарин сделал все дела, но вечер еще не наступил, значит самое время помочь соседям и друзьям. Для татар характерна приверженность к семье. Разводы случаются редко. Люди дружат с семьями и часто проводят время вместе. Образ жизни современных сибирских татар значительно отличается от уклада их предков. Однако именно нынешние представители этого народа являются хранителями богатой культуры, которая прошла долгий и трудный путь, вбирая самобытные и яркие элементы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова